приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про новость которая появилась недавно на сайте мир танков она называется повелитель вбр дизайнер игрового баланса мир танков и там какой-то там балансер которого зовут рома рассказывает а точнее отвечает на вопросики вопросики не интересные как и ответики поскольку я эти вопросы и ответы слышу на протяжении уже лет десяти ничего нового или интересного нету на 99 процентов там вопросы почему мы слышим слова не попал в броню я на это миллиард раз отвечал видосах стримах вообще даже неинтересно это говорить про вбр плюс минус 25 процентов про идеальный баланс про то как все взаимосвязано лтшки колесники там и про то что там артиллерия это все взаимосвязано и какой-то всратый т-44 стоковый он за счет артиллерии хоть что-то может делать в бою подсвечивать врагов но почему-то в этой статье не рассказывается то что т-44 и в стоковом состоянии мусор и в топовом и вся ветка у него говнище этого в статье не упоминается видимо неудобно об этом говорить а про то что идеальный баланс можно получить только если остановить добавление новинок в игру только так можно сделать идеальный баланс это отмазка на то что но идеального баланса не будет поскольку новая фигня какая-то добавляется беспрерывно в игру поэтому если человеческим языком сказать разработчики уже 12 лет нам расскажут что идеального баланса не было и ближайшее время точно не ждите поскольку новая билиберда добавляется значит невозможно сделать идеальный баланс и понять то что т-44 вместе со всей своей веткой мусор полный и таких веток в игре много и некоторые танки вообще кал но это все взаимосвязано поскольку если в игре не будет имбы или кала вы не захотите за свободочку проходить за чертежики за голду стремится выкачать имбу и на имбе нагибать рандом остальных челиков которые качают какую-то парашу также рассказывается почему в игре нету баланса плюс-минус один или одноуровневых боев а есть только плюс-минус два поскольку если плюс-минус два убрать то по какой-то причине пропадет желание прокачивать ветки то есть в самом очке ветку прокачивать прям нравится когда ты играешь с врагами на два уровня выше тебя тут желание прямо вообще на максимуме хочу качать честно скажу раньше ветки качались приятнее да намного дольше потому что было меньше акции меньше x3 меньше x5 и всего такого подобного меньше резервов да и вообще без прям аккаунта 20 тысяч боев катал и мне было нормально но сейчас не без прям аккаунта не без x3 x5 без чертежей свободки я ничего качать не хочу поскольку качать ветки это самое конченное что есть в игре часто играешь внизу списка и в стоки танки ну очень часто помойные особенно старые может быть новые ветки еще более-менее как-то можно выкачать но лучше даже не пробовать качать ветки в игре это мерзкое занятие также рассказывают нам почему голда за голду это не очень потому что только старые игроки только в начале кайфанут от этого вспомнят молодость и все больше никто от этого не кайфанет но развернуто не рассказывают почему выгодно для экономики игры и разработчиков и их экономики реальных бабок голда за серебро короче набор отмазок десятилетней давности и вот эти вот ответы они все были уже три миллиона раз это я слышал и очередной раз прочитал интереса я никакого не получил зря потраченное время но две вещи новых я увидел первое это новая отмазка почему в игре есть турбобои но для начала они говорят что причин много а раз причин много это повод забить на них все сразу но и же много а я один один разработчик рома сидит говорит что-то проблем много но и в жопу придумаю еще одну отмазку почему в игре турбобои это потому что у игроков оказывается скилл вырос скилл то может быть и вырос но вы не рассказывайте то что в рандоме людей у которых вырос скилл их там нет а как это так а где же это они делись а они все играют постоянно во временные новенькие режимчики которые вы беспрерывно включаете и в рандоме промежутка уже нет когда рандом существует сам по себе без ничего постоянно параллельно какое-то дерьмо включено где все сидят натиски ранги шманги линии фронта и остальное что-то все время включено хэллоуины ваши и так далее а бывает даже наслаивается по 2-3 слоя и в рандоме там сидят ну дай бог пятикантропы и там так сильно вырос скилл чтобы вот когда натиск включен зайдите в рандом и посмотрите насколько там вырос скилл в днище вот просто вот он растет вниз как принято говорить отрицательный рост правильно правильно и вот этот отрицательный рост виноват в турбо боях и это одна из причин и причин много и зачем мне этот ответ и в конце написано пищулька тема баланса очень обширная и интересная поэтому давайте обсуждать восклицательный знак все это конец статьи не здрасте не до свидания шоу обсуждать где на форуме с кем я боюсь на форум заходить давайте не надо вот такая замечательная интересная статья и сейчас в конце видоса поговорим про вторую новинку которую в этой статье я увидел новый огнеметный танк он чё один будет еще мы всем рандомом будем на одном танке гонять да жарить друг друга давно танкисты друг друга не жарили в рандомчике скилл то вырос надо поджарить зафиксировать повышение скилла часто слышу что новые механики ломают геймплей не боишься что огнемет станет такой механикой нет не боюсь там все будет довольно сбалансировано ох я помню если почитать некоторые описания танков там написано приемлемая точность обычно это значит что пушка кривое говнище кончено из которой себе в ногу не попадешь довольно сбалансированы огнеметные танки то есть ждать нужно чё попало вообще неизвестно то ли полный кал то ли супер эмба то ли какая-то хрень непонятно единственно что понятно что про это расскажут подробнее потом а зачем эта статья вышла но видимо чтобы кто-то ее написал про огнеметные танки если полазить по интернетику можно понять что огнеметных танков было немного низкоуровневые германские кастрюльки великобританские там низкоуровневые матильды черчилля американские там какие-то стюарты и максимум чем можно увидеть это м48 и самое многочисленное что-то можно заметить это ссср целая ветка среднелегких танков там наберется наверное начиная от каких-то там т-46 кажется там бт-5 бт-7 и там какие-то еще куча низкоуровневого хлама потом т-34 т-34 85 т-54 и в конце там т-62 может еще т-55 я уже не помню вот короче набор советских средних танков это единственное что похоже на ветку но статье сказано про один огнеметный танк а подробнее непонятно ну вряд ли они будут делать механику ради одного танка или может это будет отдельный режим где танкисты будут заходить и прожаривать друг друга тоже как-то странно также есть еще танки у которых есть огнемет как вспомогательное оружие основная пушка в них основное орудие это не огнемет и они считаются не огнеметными но огнемет у них есть это типа мауса будет ли у них огнеметы работать после добавления этой замечательной новой механики или нет тоже непонятно и самое прикольное интересное это танки поддержки ближнего боя где у нас на картах в этих каналах ближний бой я не знаю у нас либо идет перестрелка позиционная издалека вдоль канавы либо идет турбо атака и все сносится за 0 секунд где тут ближний бой во время турбо атаки значит это должны быть быстрые танки или шо я не вижу вообще никакого геймплея здесь без нормальной пушки если только но вблизи огнем поливает и все интересно голдовый огонь будет это будет золотая струя или дальше можете фантазировать как хотите голдовый огонь блин я не знаю короче это какая-то дичь в общем и целом статья больше похоже на прикол но походу она серьезно написана в общем и целом я вам все рассказал выводы делайте сами на мой взгляд судя по этой статье игра так и будет развиваться примерно в том же ключе как и последнее время развивается поэтому можете сами понять что с игрой будет ну еще там где-то надпись что вот это огнеметная билиберда будет разрабатываться именно минским отделом то ли они это написали специально чтобы типа потом знать кого хвалить или наоборот ругать или я не знаю к чему они это написали но именно силами только этого отдела будет создаваться это огнеметная билиберда можете зайти на сайте мир танков сами прочитать это подробнее если вам мало того что рассказал я пишите в комментариях как вам данная новость вам был варчик играть красиво конечно же подписывайтесь половина из вас не подписано ставьте лайки всем удачи и пока